В июне 1991 года на территории Арабских Эмиратов проходили беспрецедентные испытания. Впервые в открытом тендере участвовали две лучшие в мире боевые машины пехоты. Американская «Брэдли» и российская «БМП-3». На первом этапе машины должны совершить марш на несколько сотен километров. Как вот нарочно только мы тронулись, наши машины, сразу началась песчаная буря. Это вообще что-то ужасное. В сложнейших условиях только российские машины смогли полностью пройти путь в глубоких песках. Но подлинным триумфом «БМП-3» стали стрельбы. Несмотря на сильнейшее давление, которое правительство США оказывало на президента Арабских Эмиратов, он подписал контракт на поставку российских «БМП». Он сразу сказал, что мы, говорит, машину испытывали на излом, но машина армии понравилась. Победа в тендере стала кульминацией в заочном соревновании российской и американской школы создания легкобронированной боевой техники. Легкобронированные боевые машины появились около ста лет назад, как первое самоходное средство военного назначения. Теперь они являются наиболее массовым видом бронетехники. На вооружении различных стран мира состоит около 140 тысяч бронетранспортеров, боевых машин пехоты и десанта. Легкие танки знали времена рассвета и заката. На стыке 40-х и 50-х годов о них полностью забыли. Сегодня же легкобронированная техника стала основой сил быстрого реагирования и мобильных войск. Все самое интересное о легких танках в нашем фильме сегодня. Стальной десант 1 августа 1914 года началась Первая мировая война. Россия оказалась не готова к затяжным боевым действиям. Не хватало оружия, боеприпасов и продовольствия. В тылу и на фронте росло недовольство. Правительству нужно было найти какое-то неожиданное средство для того, чтобы одержать победу в кратчайшие сроки. Секретно. 13 января 1915 года. Рига. Начальнику Рижского отдела по квартирному удовольствию войск полковнику Поклевскому Козеллу. Выделить инженеру Пороховщикову на постройку вездеходной машины 9 960 рублей 72 копейки. Отрядить указанному господину 25 мастеровых из числа ратников ополчения и необходимое оборудование вверенных вам авторемонтных мастерских. Главный начальник снабжения армии Северо-Западного фронта генерал Данилов. Актер Александр Пороховщиков наследник знаменитого дворянского рода, оставившего в истории России заметный след. Я офицер, поэтому вижу смысл и буду действовать до конца. И не только сам, но и таких, как вы, заставлю. Потому и служу, как должно служить. Именно его дед и тезка еще в 1915 году разработал первый в мире образец легкого танка, получивший название «Вездеход». То, что я слышал о своем деде, ну, как и все разносторонние талантовые люди, был фанатик. Уж если он за что-то брался, значит, фанатично это все делал. Потому что танками занимались многие. Менделеев начинал, сын Менделеева, и Лебеденко построил, который там под Митром застрял, даже шага не сделал. Благодаря широкой гусенице и противопульной броне, «Вездеход» Пороховщикова мог бы под огнем миновать нейтральную полосу, сокрушить противопехотные заграждения и уничтожить обороняющихся из пулемета, установленного во вращающейся башне. Таким образом, Пороховщиков предвосхитил все лучшие качества будущих легких танков. Простоту, защиту от пехотного оружия, большую проходимость, скорость и эффективное вооружение. Пороховщиков первым изобрел многослойную броню. Листы стали соединялись прослойкой из конского волоса и морской травы. Сегодня все современные российские танки, включая Т-90, имеют подобный комбинированный тип бронирования. Только в качестве прослоек в них используются современные керамические материалы. Это позволяет резко уменьшить вероятность поражения кумулятивными снарядами. В 1915 году положение русской армии резко ухудшилось. Санитарные поезда ежедневно привозили тысячи искалеченных в линейных атаках солдат. Александр Пороховщиков проводил мастерских дни и ночи, стремясь как можно быстрее закончить постройку вездехода. Казенные деньги кончились, и он вкладывал собственные, совсем не безграничные средства. Бабушка всегда говорила, все время он бегал там, что-то искал деньги, хотя, в общем, состоятельные были люди. В феврале 1916 года в прохожих, оказавшихся рядом с путями Рижской железной дороги, поразило невероятное зрелище. Молодой человек лег между рельсами прямо перед надвигающимся поездом. Бесстрашным трюкачем был Александр Пороховщиков. С одним купцом, поспорил, лег под поезд, чтобы выиграть пари, что над ним пройдет поезд. Прошел поезд, он выиграл пари. Выигранных денег хватило на опытный образец вездехода. В марте 1916-го он прошел испытания. Машина развивала скорость, равную 25 км в час. Тогда даже автомобили не могли ездить так быстро. Вместе с тем, испытания вездехода выявили ряд недостатков. Их устранение было делом времени, но командование решило прекратить работы по новой машине. А 15 сентября 1916-го года англичане впервые применили танки. Успех был невероятным. За один день фронт был отодвинут на 5 км. При этом английские бронемашины, как и русский вездеход, были несовершенны. До немецких траншей в тот день дошло всего 6 из 32 танков. Остальные застряли или загладывали. Но британцы продолжили их совершенствование. А опытный образец вездехода был отправлен на переплавку. После этого российские конструкторы долгие годы были вынуждены копировать иностранные образцы. При советской власти конструктор первого легкого танка Александр Пороховщиков был расстрелян по стандартному для 30-х годов обвинению в шпионаже. Это трагедия не с моим связанным дедом, а вообще трагедия в России, что гигантское пространство, не ценим своих людей. Добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Армстронг. И сегодня мы сыграем для вас старую добрую музыку. АПЛОДИСМЕНТЫ 1929 год. Соединенные Штаты Америки. 29 октября рухнула фондовая биржа. Черный вторник стал началом Великой депрессии. Одни сводили счеты с жизнью, другие же предпочитали развлекаться, тратя порой последние деньги на казино и ночные клубы. А далеко за океаном в Советском Союзе началась индустриализация. Страна остро нуждалась в современных технологиях. В 1930 году американский изобретатель Уолтер Кристи получил разрешение Госдепартамента на продажу Республики Советов двух тракторов. Когда судно уже покинуло США, в Вашингтоне разразился скандал. Проданные трактора оказались перспективными образцами американских танков. Но не наказывать же бизнесмена за желание заработать. Это ведь Америка. 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 В СССР танки Кристи получили название быстроходных танков БТ. Они стали последними образцами, заимствованными за рубежом и самыми массовыми в Красной Армии. В 30-е годы руководство Красной Армии считало, что именно легкие танки разных модификаций отвечают доктрине войны на чужой территории. Вместо предложенной еще пороховщиковым разумной комбинации защищенности, огневой мощи и других качеств отдавалось предпочтение какому-либо одному из них. В БТ это была скорость, в Т-26 простота конструкции, в Т-40 возможность плавать. Но, несмотря на несовершенство, именно легкие танки позволили подготовить экипажи и отработать тактику применения крупных бронетанковых соединений. Кроме того, они стали платформой для самых невероятных и смелых экспериментов. Например, на базе Т-26 в конце 30-х годов был создан первый в мировой истории боевой робот телетанк. Это были серийные танки Т-26, на которые была установлена спецаппаратура, которая позволяла этим танкам ходить по радиоуправляемым радиоуправляемым каналам. А это фотография первого в мире ракетного танка, также созданного в середине 30-х годов. На башне БТ-5 были установлены две 250-миллиметровые реактивные торпеды, сравнимые по мощи с авиационными бомбами среднего калибра. Но к концу 30-х годов стало очевидно, что легкие машины слишком поязвимы не только для противотанковой артиллерии, но даже крупнокалиберных пулеметов и ружей. Секретно. 12 марта 1938 года. Председателю Совета народных комиссаров СССР Вячеславу Молотову необходимо создать опытный образец легкого танка тяжелого бронирования. Мотор дизельный, движитель колесно-гусеничный, вооруженный 45-миллиметровой танковой пушкой и спаренным пулеметом. Броня, защищающая от крупнокалиберных поль с любой дистанции. Вес не более 13 тонн. Нарком обороны СССР Клим Ворошилов. Словосочетание легкий танк тяжелого бронирования показывает, как сложно было руководству Красной Армии расставаться с иллюзией. Первыми, кто не побоялся разорвать порочный круг, стали главный конструктор Харьковского паровозостроительного завода Михаил Кошкин и его завеститель Александр Морозов. Они, вопреки заданиям, сделали гусеничный танк Т-34 с противоснарядным бронированием и мощной 76-миллиметровой пушкой. При этом машина перешла в среднюю весовую категорию. Т-34, сохранившие от своих предшественников легких танков подвижность, но превосходившие их по защищенности огневой мощи, стали лучшими танками Второй мировой войны. 9 мая 2007 года впервые за последние 18 лет на Красной площади была показана боевая техника. История военных парадов знает немало удивительных страниц, но, пожалуй, самый любопытный случай произошел 7 ноября в 1941 году. В тот день два танка Т-34 неожиданно развернулись и пошли в сторону трибун, на которых стояло советское военное руководство во главе с Иосифом Сталином. Испугался ли вождь, когда увидел, как танки поехали в его сторону? История умалчивает, но позже сотрудники НКВД выяснили, что экипажи бросились помочь командирскому танку, который застрял на скользкой брусчатке. Ведь помочь товарищам в беде первое дело. К счастью, в эти решающие для страны дни никому и в голову не пришло обвинять танкистов в попытке покушения на вождя. Последним легким танком времен Великой Отечественной войны стал Т-70, разработанный в начале 1942 года на Горьковском автозаводе. Но из-за усиленного бронирования он утратил одно из главных преимуществ легких машин – скорость. Тогда многим казалось, что эра легких танков закончилась навсегда. 1949 год. Советский Союз готовился торжественно отметить 70-летие Иосифа Сталина. Учитель, вождь и друг любимый родному Сталину привет! Но главный подарок своему дню рождения Сталин уже получил от советских ученых. У русских есть атомная бомба. Но одна бомба не изменила баланс сил между США и СССР. В 1949 году Пентагон разработал план ядерного нападения на Советский Союз «Дропшот». Советские военные противопоставили этому страшному плану концепцию танкового наступления на Европу, чтобы лишить американскую авиацию плацдарма для ударов. Была четкая такая военная доктрина, что основной театр военных действий это западный театр военных действий, что мы должны на первом этапе выйти на западный берег реки Рейн, а на втором этапе уже выйти на Ла-Менш. Но в этом плане было слабое звено. В Европе практически каждые 40-50 километров встречается водная преграда. Средние тяжелые танки были не способны форсировать их сходу. Вот тогда и вспомнили о довоенных легких танках-амфибиях. В 1949 году ленинградскому КБ Жозефу Котина было поручено создание плавающего танка ПТ-76. Особенность того, что эта машина плавает обеспечивается специальными механизмами, которые называются водометы. Это специальные турбины. И дело в том, что характеристики плава они зависят и от объема машины и, разумеется, от, так сказать, самого движителя. Но использование водометов вызвало волну критики со стороны военных. Между тем, из-за чрезвычайной важности создание ПТ-76 находилось под личным контролем Сталина. Поэтому министр вооруженных сил Булганин решил подстраховаться и санкционировал разработку танка К-90 с винтовыми движителями. В 1950 году были проведены сравнительные испытания танков ПТ-76 и К-90. Во время них подтвердились преимущества водометных образцов. Последнюю точку в споре двух машин поставило необычное испытание. Танки должны были прыгнуть в реку с обрыва. ПТ-76 справился блестяще, а К-90 просто утонул. Экипаж едва успел выскочить. Когда танк выточили на берег, оказалось, что в запале соревнования в его днище забыли закрыть люк. Сегодня все современные легко бронированные боевые машины пехоты БМП-3 и десанта БМД-4 оснащены именно водометными движителями. Они позволяют преодолевать любые водные преграды со скоростью до 10 километров в час даже во время трехбального шторма. Такого не может ни одна машина в мире подобного класса. Конструкция легкого танка ПТ-76 оказалась чрезвычайно удачной. Она стала основой для создания целой серии боевых машин. В их числе плавающие БТР-50П и ядерные армейские ракетные комплексы Марс и Луна. ПТ-76 состояли на вооружении вплоть до середины 90-х годов 20-го века. 20-го января 1960-го года первая межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 была принята на вооружение советской армии. Ее контры, несмотря на секретность, были хорошо знакомы всему миру. Именно она в 1957-м году открыла космическую эру в истории человечества, доставив на орбиту искусственный спутник Земли. Появление возможности нанесения удара по любой точке планеты с собственной территории привело к пересмотру роли танковых войск. Ракеты решают все. Эти слова советского лидера Никиты Хрущева стали лозунгом начала 60-х годов. Закончив боевую службу, этот танк трудится теперь на альпийских пастбища Кабардино-Балкарии. Недавно демобилизовавшись из армии, бывший танкист Хачим Пожнев стал рабочим Сармаковского маслозавода. По 120 бидонов грузят на платформу, сооруженную вместо орудийной башни. За один рейс Хачим перевозит целых 5 тонн молока, а путь до завода, который раньше лошади преодолевали за 4-5 часов, мирный танк проходит за 40 минут. Впрочем, оказалось, что танки рано сбрасывались с щитом. Возможность ответного ракетно-ядерного удара заставила страны Североатлантического блока сделать ставку на ведение войны обычным вооружением и тактическими ядерными средствами. Командование НАТО, понимая, что не может противостоять мощи советских танковых войск, разработала доктрину минной войны. Секретно. 20 февраля 1960 года. Москва. Начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил СССР Василию Соколовскому. Вдоль границ ГДР на важных гидротехнических сооружениях мосты, плотины, шлюзы, узлах дорог и других ключевых пунктах создается цепь минных колодцев. В случае военной угрозы в них будут заложены ядерные заряды мощностью от 10 тонн до 100 килотонн в тротиловом эквиваленте. Начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба СССР Иван Серов. Даже самые мощные танки с трудом смогли бы передвигаться по искореженным ядерными взрывами территории. Под непрерывным огнем им пришлось бы преодолевать водные преграды, болота и минные поля. Американцы щедро сюда вложились. Установили миллион мин, но на воздушной подушке проскакиваем. Фантазии голливудских сценаристов были небезосновательными. На этих уникальных кадрах вы видите разведывательно-дозорные машины, разработанные по личному указанию Никиты Хрущева в начале 60-х годов. Легкие танки на воздушной подушке были созданы под научным руководством начальника отдела экспериментальной техники в НИИ Трансмаша. Результат был получен положительный при движении по грунту с частичной разгрузкой. Тем самым решать задачу, например, прохождения минных полей на машинах с воздушной подушкой. Мина при движении на воздушной подушке по ним не взрывались. Однако специалисты вынуждены были отказаться от летающих танков. Чтобы поднять воздух бронемашину, пусть даже легкую, требовался двигатель в 20 раз более мощный, чем танковый. Впрочем, опыт конструкторов пригодился флоту. Самый большой в мире корабль на воздушной подушке «Зубр», развивающий скорость более 100 километров в час и перевозящий в трюме батальон морской пехоты стриме танками прямой наследник танковых экспериментов начала 60-х годов. Наш институт отличался тем, что кроме текущих задач, которые стояли перед танкостроением, всегда шла работа на какую-то перспективу. В начале 60-х годов сотрудники в НИИ «Трансмаш» включились в создание принципиально нового типа легкобронированной техники боевой машины пехоты. Это была смесь легкого танка с бронетранспортером. Не просто как бронетранспортер подвез пехоту, а дальше воюет хоть ползком, хоть бегом, хоть как угодно. А такая, с которой можно было бы воевать с самой машиной. Особое внимание при создании БМП было уделено выбору движителя. Гусеничные машины обладали высокой проходимостью, но вместе с тем были дороже и тяжелее колеса. Конструкторы решили эту дилемму, создав гибридные колесно-гусеничные боевые машины. Скорость движения на колесах 108 километров. Вот я еще всегда шутил на аэродроме, когда я испытывал, я говорил, не открывайте рот, щеки раздует. Кроме того, как видно на этих уникальных кадрах, машина не теряла подвижности даже при подрыве на мине. Но комбинированный колесно-гусеничный движитель серьезно удорожал боевую машину. Спор между колесами и гусеницами закончился мирно. В 1966 году была создана гусеничная боевая машина пехоты БМП-1. И почти одновременно с ней появился колесный бронетранспортер БТР-60. Обе машины стали родоначальниками серии легко бронированной техники сухопутных войск, составляющих сегодня их главную ударную силу. БМП-1 была разработана в КБ Челябинского тракторного завода под руководством конструктора Павла Исакова. Вплоть до сегодняшнего дня эта машина состоит на вооружении многих стран. Массовый выпуск БМП-1 был налажен на курган-машзаводе. Всю страну хотели покрыть ровным слоем БМП. Примерно так. Ну, у всех это же огромная армия, у нас же была многомиллионная армия. Париж там! БМП имела высокую скорость и легко преодолевала водные преграды. На марше боевая машина надежно защищала пехоту от оружия массового поражения. Отделение газы! В атаке от огня всех видов стрелкового оружия и осколков. Десант, бой готов! Таким образом, несмотря на относительно слабую броню, уничтожить БМП в те времена можно было лишь прямым попаданием артиллерийского снаряда. Отделение приготовиться подойдя на дистанцию около двухсот метров, десант спешивался, а машина превращалась из бронетранспортера в танк огневой поддержки. Я лично впервые эту машину увидел на парадной площадке. Это тоже был где-то конец шестидесятых годов. Вот. Тогда действительно производило впечатление какой-то особенной непривычной машины. По началу в НАТО скептически отнеслись к боевым машинам пехоты. Однако в 1973 году именно БМП-1 обеспечили египетским войскам успех в начале войны судного дня. Израильтянам удалось переломить ход боевых действий ценой больших потерь. Захваченные израильтянами БМП-1 были переправлены в танковую столицу США Абердинский испытательный полигон. Сравнительные испытания привели американских специалистов в изумление. Совершенно секретно. 6 октября 1973 года. Пентагон командующему сухопутных войск США генералу Крейтону Абрамсу. Во время учебных боев с танком М-60 в 8 из 10 случаев побеждала БМП-1. Из-за малых габаритов и высокой скорости попасть в боевую машину сложно. На каждый выстрел танка М-60 БМП успевало сделать два из пушки и выпустить противотанковую ракету. Начальник испытательного полигона сухопутных войск США в Абердине генерал Николас Гибсон. Всего через год в США приступили к испытаниям первой американской боевой машины пехоты Брэдли, которая во многом повторяла советскую. Казалось бы, после создания БМП-1 будет трудно чем-либо удивить танковый мир. Но уже в начале 70-х годов на вооружение воздушно-десантных войск поступила боевая машина десанта БМД-1. Она была разработана по указанию Василия Маргелова, командующего ВДВ и главного идеолога создания сил быстрого реагирования. Одно только использование алюминиевой брони делало машину уникальной. Величайшее свойство алюминиевой брони, величайшее это прессуемость. То есть мы имеем возможность в монолите исполнять допустим борт с подкрылком. Возможность десантирования парашютным способом сделала БМД-1 стратегическим оружием. Маргелов называл ее машиной межконтинентальной дальностью. Действительно меньше чем за сутки она могла оказаться в любой точке планеты. Десантирование боевой техники самолета Ан-12 производится с высоты 800 метров на скорости полета 350-370 километров в час при ветре у земли до 10 метров в секунду. Для отыскания своей машины у двух-трех членов экипажа имеется специальный приемник, который принимает сигналы определенной частоты от передатчика, смонтированного на боевой машине перед десантированием. За одну-две минуты экипаж приводит машину в готовность и приступает к выполнению боевой задачи. Отличная выучка, хорошее знание техники и вооружения, умелое владение ею, залог успешного выполнения десантниками боевой задачи. В отличие от боевой машины пехоты, двигатель на БМД-1 установили в корме. Благодаря этому удалось разместить рядом с водителем двух дополнительных стрелков, ведущих огонь по курсу. Почти через два десятка лет такое расположение стрелков станет общепризнанным. Моргилов когда задумывал, как говорится, когда работал с конструктором, он говорит, машина дальняя, море огня. Специфика воздушно-десантных войск заставила конструкторов превратить БМД в унифицированную боевую платформу. На ее базе была создана целая серия машин. Гронетранспортеры, зенитные установки, противотанковые комплексы, системы управления артиллерийской стрельбой. Резко повысила огневую мощь десантников самоходное орудие НОНА, разработанное на пермском заводе Мотовилиха. Эта машина весьма и весьма эффективная, НОНА. Во-первых, могущество боекомплекта, во-вторых, она может стрелять не только нашим боекомплектам, окажется в тылу, боекомплект не подвезли, она может стрелять и боекомплектов зарубежных армий. БМП и БМД участвовали в десятках вооруженных конфликтов и прекрасно зарекомендовали себя. Второе поколение этих машин было оснащено более эффективным вооружением, скорострельной 30-ти миллиметровой лакушкой и противотанковым управляемым комплексом «Конкурс» с полуавтоматической системой наведения. Но в середине 70-х годов развитие высокоточного оружия вновь поставило под сомнение целесообразность существования легких танков. 17 июля 1975 года на высоте около 200 километров над Землей произошло событие по своей значимости сравнимое с первым полетом человека в космос. На орбите произошла стыковка советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлон» кульминация политики разрядки. Так комментировала это пресса. Но в том же году министр обороны США Джеймс Шляссинджер выдвинул доктрину обезоруживающего удара. С помощью высокоточных крылатых и баллистических ракет средней и малой дальности, размещенных в Европе, предполагалось уничтожить политическое и военное руководство СССР, а также его основной стратегический потенциал. Наступление советских войск, которое было неизбежным в случае начала войны, должны были сдерживать сухопутные силы, оснащенные современным управляемым и высокоточным оружием. Секретно. 20 сентября 1975 года. Москва. Начальнику Генерального штаба вооруженных сил СССР Виктору Куликову. Военное руководство США и других ведущих стран НАТО осуществляет широкую программу модернизации противотанковых ракетных комплексов. Командующий бронетанковыми войсками Амазас Бабаджанян. Для защиты бронетанковых войск в середине 70-х годов в КБ имени Нудельмана началась разработка лазерной БМП. Оптические приборы, они сами фокусируют направленное на них излучение, потому что у них есть объектив. Они направляют его на свой чувствительный элемент, сетка или приемник, и его прожигают. Поэтому достаточно создать требуемую плотность мощности во входном зрачке, и это будет задача решена. Оптический локатор сканировал местность квантовых лучов и обнаруживал по блику линз оптика электронные приборы в радиусе нескольких километров. Затем включался мощный лазер подавления. В результате облучения происходило ослепление расчета и вывод из строя оптики. Внимание! Уст! В начале 80-х годов опыт войны в Афганистане показал, что боевые машины пехоты и десантов достигли предела своих возможностей. В США и других странах НАТО пошли по пути модернизации имеющихся образцов. При этом были утеряны некоторые качества, важные для легких бронемашин. Вот это Брэдли, которая примерно в то же время разрабатывалась, она у них 13 лет разрабатывалась у них. Сначала она была 13 тонн, а в конце уже 23 тонны. В начале она еще как-то плавала, а в конце она уже так плавать не могла. Под руководством Александра Благонравова в 80-х годах на Курганском машиностроительном заводе была создана принципиально новая боевая машина пехоты БМП-3. Нужно было сделать очень большой скачок, отрыв, для того, чтобы, вот как я уже говорил, чтобы вероятный противник не мог нас догнать в течение хотя бы 15 лет. Колоссальную огневую мощь БМП-3 обеспечивают собранные в одном узле 100-миллиметровое орудие, стреляющее обычными снарядами и управляемыми ракетами Аркан. 30-миллиметровая автоматическая пушка и спарильные с ними пулеметы. По бокам лобового бронелиста расположены еще два пулемета с волоконно-оптическими приборами прицеливания. Силовая установка была перенесена на корму. Благодаря подобной компоновке десантное отделение получилось просторным и комфортным. Последняя модификация БМП-3М машина стратегического манерва. Запаса хода ей, например, хватило бы на совершение двух знаменитых переходов Суворова через Альпы. В случае применения бактериологического или химического оружия условия в машине позволяют экипажу прожить две недели не покидая ее. В этой машине есть даже туалет. конец 1999 года. Крупнейшие компании лихорадочно готовились к борьбе с проблемой 2000. Ученые и общественность яростно спорили, когда же правильно праздновать конец второго тысячелетия. На самом деле оно закончилось 11 сентября 2001 года. Международный терроризм вышел на первое место в списке угроз современному миру. Борьба с ним требует новой стратегии, основой которой стали силы быстрого реагирования, оснащенные необходимой техникой. Для этой цели создается такая техника, чтобы минимумом средств в кратчайшие сроки была выполнена задача локализации какого-то назревающего конфликта. В 2004 году российские воздушно-десантные войска получили на вооружение боевую машину десанта БМД-4. Благодаря использованию единого с боевой машиной пехоты пашенного модуля, БМД-4 способна поражать противника на большом удалении. На ней установлена автоматизированная круглосуточная система навигации, поиска целей и управления огнем. Даже десантники были поражены огневой мощью новой машины. Ребята которые воевали говорили нам бы эту машину мы тогда бы подошли на 2 километра бы а значит нас никто не возьмет из этой из какой там из пулемета ничего а мы бы точно расстреляли. БМД-4 и БМП-3М по признанию западных специалистов не имеют аналогов по огневой мощи проходимости и защищенности. При этом обе машины могут плавать и десантироваться парашютным способом что делает их идеальными для сил быстрого реагирования. И вот на сегодняшний день мы рассматриваем вопрос ну скажем и роботизации скажем определенных комплексов которые могли бы совместно с нашей машиной вести и разведку и так далее. На базе БМД-4 и БМП-3М создана серия машин различного назначения. Последним пополнением парка легкобронированной техники российской армии стала самоходная противотанковая пушка Спрут СД. Спрут это универсальная система. Универсальная система она позволяет конечно существенным образом воздействовать в огневом отношении на любые объекты противных. 9 мая 2008 года в Москве на военном параде легкобронированные машины составили самую многочисленную часть представленной техники. Более 90 лет отделяет эти грозные боевые машины от первого вездехода. За эти годы возникла уникальная отечественная школа позволившая России стать лидером в создании легких танков. У нас гениальный народ гениальные люди просто понимаете если просто в каждой семье назад повернуться посмотреть кто у вас предки в каждой семье есть гениальные совершенные люди на которых Россия и матушка держалась. В 2004 году во время войны в Ираке активно действовали так называемые страйкер-бригады. Они состояли из 10 модификаций одноименного бронетранспортера последнего поколения. В зависимости от конкретных задач стандартная платформа могла быть оборудована как мобильный ракетный комплекс медицинская разведывательно-дозорная или ремонтная машина. Армии большинства развитых стран мира в последнее время сделали ставку на легко бронированную боевую технику. В борьбе с международным терроризмом в операциях по поддержанию мира в зонах локальных конфликтах требуются действительно высокомобильные многофункциональные гибкие системы будущего. Сегодня в России уже началась разработка БМП-4. Ее отличительной чертой станет мощный электронный интеллект. Она будет общаться с экипажем в диалоговом режиме, самостоятельно прокладывать курс, обнаруживать цели, опознавать их с помощью системы свой-чужой и выбирать наиболее рациональное оружие для поражения противника. Таким образом Россия остается ведущей танковой державой, а легкие боевые машины четвертого поколения станут основой ее мобильных войск в ближайшие десятилетия.